Стихтория называется «Жуки» Это басня. Она называется «Жуки и пчёлы». При баску сложу и сказку скажу. Невежие жуки вползли в науки И стали патоку пчёл делать обучать. Пчелам не век молчать, что их дурачат. Великий шум в аулье начат. Спустился к ним спорнас Аполлон, И Жукову всех выгнуло. Сказал, друзья мои, навоз от сей ботите. Они работают, а вы их труд едите. Да вы же с калецтвом и пак увредите. Особенно замечательная последняя строчка. Стихтория была написана в 1752 году Александру Смароку. И таким образом проблема взаимоотношений учёных и чиновников существовала очень давно. И фактически она возникла, как только возникла Академия Новокстрада, возник Фумахер. И начались интриги вокруг, и она не прекращалась никогда. И на самом деле эта проблема существует не только в России, она и есть в суд. И есть всю эту тему, вот я, ребят, прекрасно знаю, там в Окс-работе, вот в Ламосской лаборатории, там не имеют центра, мне всё время это предлагает быть явлением. Там постоянно тоже имеются конфликты между теми, кто адмистраторами, которые говорят, что нужно делать. И чиновниками, и учёными, которые работают. Это всё общее явление, оно есть всё равно. Однако в России есть некоторая специфика. Поэтому если мы говорим, что вот есть учёные, орден, сословие такой вот страны, есть общая масса, ну, как она есть, так она и есть. Есть чиновники, которые с учёными должны руководить, но вместе с тем постоянно они именно находятся в конфликте. Кстати, это выражение, даже зафиксировано на английском языке, там есть такое выражение «таун и гаун». Значит, вот во всех международных городах, типа Кембриджа, было два начальства. «Таун» — городское начальство, и «гаун», то есть, это форменная одежда, одежда учёным, он подел профессора, «мантия». Да, это «мантия», то есть, «мантия» и… Вот. Но, да-да, и основное, так сказать, идеологическое противоречие между «мантией», между «таун» и «таун» именно в вопросе того, как… То есть, люди, не принадлежащие к «мантии», так сказать, они не понимают того, что наука есть абсолютно единый организм. И что нельзя разделить науку на отдельные направления, которые одни поддерживают, другие не поддерживают. Потому что, если вот, скажем, запретите сейчас исследование… Вот, я так и позволяю себе высказать совершенно, может быть, и юридический тезис. То есть, если вы прекратите исследование, изучение того, что происходило на первой вселенной, да, и как происходило, там, разрутие, там, инфляция и прочее… То есть, если бы они прекратятся, если бы они погибли, начали ей. Почему, не понятно, но они прекратятся. Вот, вот и всё. Потому что есть какая-то таинственная связь между ними, так? Между этими связями. И наука может развиваться только целиком, как она есть. Потому что тогда как-то просто… Начнёт отмирать среда, в которой всё растёт, понимаете? А среда есть общее для всех. Важно, чтобы была эта среда. Вот это очень тяжело. Ну, никак не возможно сидеть. И наша задача, тем не менее, не прожила и не прожила нам десятки. Но я хочу ещё раз сказать, что всё, что я говорю, действительно, это относится ко всему миру, не только в России. А вот у России есть некоторая специфика. Если мы посмотрим, чтобы понять специфику России, давайте прочитаем Солдакова Шедрина. И вспомним, какие указания были данные Таптегину, когда он поехал на Новый Восток. Он должен был совершать кровопролитие. Он, правда, чирик сидел по ошибке. Но в конце концов вот решил, как ты справишь твою ошибку, и он разгромил типографию. Вот. Он был послан для борьбы с наукой и просвещением. Следующий Таптегин второй, приезжавший на его место, к сожалению, выяснил, что бороться уже нет. Потому что, как там просто предыдущий, да, был университет Магминский, известный деятель. Он, значит, университет, который стал в линейной батальюны, а учёный, академический, заточенный диплом. И если мы посмотрим, заход чем закончил, кончается, историю города Глупово, то последний генерал-губернатор, о котором сказали, «Перехват Зарехватский», о котором сказали, а всё помолчим. Что он совершил? Он, въехал в город Глупов на белом коне, сжёг гимназию и усовлетел упразднил науки и упразднил науки. Борьба, во время, в древолюционное время, борьба правительства с научным сослойным происходила в Небор-Рыбе. Были, было несколько, ну, начнём с того, что у Грибоедова там сказали, как Скалозун сказал, «Будвежите, пусть я с князем Григорием Ивановым предферми его в Альтера». «Будвежите, где вас построим, и пикните, так мигом успокоим». Потом были, было известные, в начале века были, была известная история, когда Касцова выгнал скандал «Московский мир». В результате которого целый ряд людей ушли в знак протеста. То есть конфликты верховной власти и научного сослойного продолжались. Итак, вот что есть характерные черта России в сегодня другом мире. Есть конфликт верховной власти и научной среды. И этого нет нигде, кроме как у нас. Потому что тот же самый Обама всё время говорит о необходимости поддержанного кем на одной, другой среде этого нет. Почему этот конфликт происходит? Этот вопрос связан с проблемой авторитета. «Именно власть не должна, если власть ощущает что один и полностью имеет достаточно авторитет, в каждом одни причины власть пришла в результате законных выборов, и произойдет то время, которое ей полагается сидеть на выборах, после чего она войдет и будет заменена в другую власть в законных выборах. У него, поэтому у нас никаких причин для того, чтобы думать о том. То есть завидуют тем, кто имеет авторитет. Нет. А вот теперь что происходит у нас? Вот у нас есть Зимин. У нас есть Зимин. Человек богатый, успешный, полностью вписывающийся в систему. И Зимин совершил материальный поступок. Он стал поддерживать науку. Немедленно у него возник авторитет, который был неформальный авторитет, которого нет у других людей. И этот авторитет привел к тому, что на него вопрошилась фактическая репрессия. И вся наша горбища, она, возможно, и, не веря на то, что она существенна, возможно, и не исправит ситуацию. Вот именно поэтому была разгромлена Академия Нового. Хотя, разумеется, руководство Академии Нового вызывало очень многие велика. И лично я сам еще в 2005 году требовал ухода, и я видел, насколько разложено это руководство. И оно действительно было разложено. А дальше он разлагалось только еще больше и больше. И все-таки, тем не менее, бездаря на то, что там есть отдельные племени, в целом Академия сохраняло, представляло собой некоторую цитадель авторитета. Надо сказать, что отношение советского правительства, большевистского, скажем так, я больше люблю это слово правительство, к науке, ведь тоже было очень сложно. Вначале науку просто не признавали. В какой-то момент она оказалась необходимой решить, что она нужна. Тогда начали помещать в Академию своих академиков искусственных, там, Бухарин, например. При этом одновременно шлили процессы судебных, против настоящих академиков, Дева Платонова и так далее. Всем известная история с генетикой. И когда Сталин посадил президентом Сергея Ивановича в то время, как его брат сидел в тюрьме, это было чистое водоиздевательство и иезуитство. Читали ли вы когда-нибудь дневники Сергея Ивановича? Советую вам почитать это трагическое чтение, которое чрезвычайно создаёт, в общем-то, образ, эпохи. Хрущёв собирался Академию закрывать. Академия всегда, но в той системе, которая была при советской власти, Академия не играла той роли, потому что в то время 30% ВВП шло на оборонку, и из них Академия доставалась между процентов 5. Остальное шло все во всяком ровно прикладные организации, которые потом все были закрыты в покой в частности. Так что Академия, так сказать, стала столько источником авторитета, но не распределить эту информацию. Значит, такова ситуация. Чтобы заключить моё грустное размышление, они приводят к моему анализу, приводят к очень грустному размышлению, состоящее в том, что наши надежды на то, что мы можем уговорить верхнюю власть слушаться нас и делать всё как нужно в интересах страны, и мы тоже действуем в интересах страны, безусловно, и мы граждане этой страны и ответственны за то, что происходит на этой. Ну и седьмой, когда эти части сутки. Так вот, я боюсь, что я и говорю про надежды в очень большей степени иллюзор. Однако же усилие необходимо, и поэтому мне кажется, что главное, что нужно делать, это попытаться как можно более широко взаимодействовать с научными массами, как можно более широко привлекать людей, в том числе и обществом научных работников. Должно пытаться расширяться, должно пытаться идти в народ, что называется, потому что у нас есть ещё десятки тысяч людей, профессионально занимающихся наукой, которые сейчас находятся под угрозой того, что их всех сократят, переведут в какие-то нечеловеческие условия, и они будут всё время писать намаги и прочее. Мы должны быть готовы. Как говорили члены партии социалистов и эволюционеров, в борьбе обретёжное право своё. Мы должны быть готовы в борьбе, вот что я хочу сказать. И при этом, конечно, разумеется, держать себя полностью право. и, главное, в рамках полного самоуважения. Мы имеем то, что мы делаем, это будет то, на что мы имеем право. Мы подтверждаем этой ежедневной своей работой. И поэтому это, собственно говоря, и составляет, все это чувствуют. И это составляет относиться к нам серьёзно. Такое правило было сказано, что письма, которые идут от любого организации, от общественного, от комиссии, они их рассматривают. Их не могут не рассматривать, что они понимают, что эти письма написаны серьёзными. А то, что их не отвечает рам, это, конечно, прискорбно. И я постараюсь с этим добиться того, чтобы это было исправлено. Ибо это есть ошибка, которая совершенно недопустима в данной ситуации. Нас и так-то мало, а мы ещё будем между собой устраивать разборки. А вообще, конечно, вот высказка, идея вершика, о том, что нужно создать движение в защиту науки, фронт в защиту науки и образование. Она правильная. И нужно думать, как это делать. Она не должна заменить общество научных работников. Общество научных работников. Это гораздо более широкая вещь должна быть. Общество научных работников должно быть в качестве этого. Так, например, создавались, на самом деле, большие партии на Западе. Из зерядей, уменьших организаций. Вот что, о чём я хотел с вами поделиться вот такими мыслями. Я не знаю, насколько они близки людьми, сидящими здесь. Но поверьте мне, всё то, что я верю, я очень хорошо буду.